Они насчитали сначала 11 тысяч, все за это. Материал, который использовали, называется СТИС-А. Если набрать в интернете, стоимость за 7-килограммовую банку выходит 1200. Есть смысл обратиться в Роспотребнадзор, который по факту указанных сведений проведет проверку. Вот эта помазка, называется у них смазка, самая дорогая, качественная. Все это вышло 16 тысяч. Час работы, 4 окна. Бесплатную проверку окон предложили по телефону пожилой матери Николая. Женщина от такой услуги не отказалась. Представители фирмы приехали быстро. После осмотра убедили пенсионерку утеплить окна, чтобы в квартире стало теплее. Как попалась на уловку, сама в интервью рассказывать не стала. Стыдно. Пожинать плоды теперь приходится детям. Они насчитали сначала 11 тысяч, все за это. Потом, когда надо уже подписывать договор, они сами приезжают за человеком. То есть, садитесь в машину, как бы все, они увозят к себе фирму начальничества, там подписывают договор, она, и все, и обратно. Хотите даже, мы вас на дачу взяли, куда-то, то есть все. За день до того, как это все они сделали, мама позвонила, сказала, хотела отказаться от этого. Они сказали, нет, Тамара Николаевна, вы не можете, уже поздно, все. Время как бы вышло. Люди завтра приедут. Мы там товар подготовили, пока все это на складе, все привезли. Вместо пластика, о котором подумала пенсионерка, отделку сделали всего лишь оконным герметиком. И так в каждой комнате. Именно за эти работы и вышла круглая сумма. Чтобы рассчитаться с фирмой, женщине пришлось взять кредит. Ежемесячная пенсия у нее всего 8 тысяч. Материал, который использовали, называется СТИС-А. Если набрать в интернете, стоимость за 7-килограммовую банку выходит 1200. Но бабушке пришлось отдать за все 16 300. С этой оконной фирмы тюменцы сталкиваются не в первый раз. В январе мои коллеги рассказывали историю Яны, которой за подобные услуги пришлось заплатить 15 тысяч рублей. Выяснить, почему случаи повторяются, мы пытались в офисе фирмы. Там нам пояснили, что делают все по закону. Клиентов встречают, возят и даже поят чаем. Договор после они подписывают добровольно. Ей было сделано наружная отделка ТИЗО. Стоит это не 16 тысяч, а 3630. Потом была выполнена сложная регулировка окна. При сложной регулировке окна снимается... Я вам могу вот так показать. 18 июля заключили. Давайте так. 18 июля заключили. Где-то 25 июля. Выполнили. С 18 по 25. Никаких нареканий. 25. А можете объяснить тогда, вот ИП оформлено на Вешкурцева Марина Сергеевна. А каким образом она и в банке работает? А это не воспрещается. А это не воспрещается. Это не воспрещается, это нормально. То есть очень много предпринимателей, которые, ну извините, мы не можем держать. То есть она же ей выдала и кредит. Она же ей выдала и кредит. Это нормально. Мы провели небольшой эксперимент. Пригласили представителей этой фирмы в съемную квартиру. Правда, окончиков встречал мужчина. Специалисты приехали быстро. По легенде, нам нужно было заменить стекло. В их фирме это стоит около 5000 рублей. Но заплатить пришлось бы 13. Специалисты убеждали, что необходимо поставить утеплители на все окна. Сюда же включена третировка, полосчистка и замена охотниками. Они его сравнили. Жалобы на окончиков не перестают поступать в Роспотребнадзор. За последние два года их 125. Но по мнению юриста, подобными случаями должна заниматься и полиция. Пенсионеры и женщины – одна из самых уязвимых категорий граждан. Прежде всего, по поводу некачества накаженной услуги, есть смысл обратиться в Роспотребнадзор, который по факту указанных сведений проведет проверку и примет уже свое решение. Но в данном случае я бы посоветовал все-таки обратиться в правоохранительные органы, так как, скажем так, есть вещи, за которые данных лиц можно привлечь к ответственности. Более того, они, скажем так, давили на ее психику путем, скажем так, сопровождения в учреждение. Представители фирмы, которые оказывают какие-либо услуги, должны проявить клиенту надлежащую степень заботы и предусмотрительности. Такая формулировка тоже проходит в решениях Верховного суда. Ну а в эту фирму мы еще планируем вернуться, ведь женщина хотела бы получить свои деньги обратно. Пытаемся с ними сосуществовать. Ну вот видите, кусают детей, пугают, лают, кидаются. Вы кормите собак? И я кормлю. Собака – это, в принципе, животное территориальное, и оно склонно охранять свою территорию. Это следы от укусов, которые оставила бродячая собака. По словам пострадавшей школьницы, она просто шла мимо, а животное бросилось и схватило за руку. Очень больно было. Я укусила, прибежала домой, бабушке не хотела говорить, что случилось. Я сказала бабушке, упала, поцарапалась до крови. Потом мне моя подруга сказала, что ее тоже укусила, эта же самая собака. И она сказала бабушке, и так вот. И я все-таки сказала бабушке, потом бабушка маме позвонила, и мы поехали в больницу. Мы поехали во вторую городскую, раны все обработали, перебинтовали, ездили на перевязки и выписали укол от большинства ставить для профилактики. Потому что мы не знали, что за собака, насколько она безопасна. Прикармливает их соседка с первого этажа, с пятой квартиры, как зовут, не могу сказать. Речь идет о бездомных собаках, которые уже больше года живут в этом дворе. Жители ближайших домов написали коллективную жалобу чиновникам с требованием увезти животных в другое место. Но у собак нашлись защитники, те, кто их подкармливает. Примерно в 30 метрах отсюда находятся кормушки для собак. А это вход на школьную территорию. В этом учебном заведении занимаются около тысячи человек. И все они 1 сентября придут на занятия. Родители уже сейчас волнуются за своих детей. Увидев нашу съемочную группу, из дома вышла Ольга Александровна. Она вступилась за бездомных собак. Вы кормите собак? Я кормлю тоже. А почему я их не могу не кормить? В чем проблема-то? Если собаки вот здесь живут, они голодные, что трудно их? Почему их нельзя накормить-то? Законом это не запрещается. Во дворе живут 6 собак. Ни одна из них не проявила агрессии к нашей съемочной группе. Их много здесь собак. А этого как зовут? Ну его, там мальчик, это его Кешин здесь все зовут как-то его. Мы особо так... Сами придумывают имена? Дети придумывают имена. Кто придумывает? То есть, я правильно понимаю, вы не против, если собак все-таки заберут отсюда? Я не против, чтобы им предоставили более-менее собачьи хотя бы условия. Сейчас люди разделились на два лагеря. И теперь, когда есть пострадавший ребенок, о том, чтобы избавиться от собак, заговорили всерьез. И вызвали специалистов по отлову. В Тюмени около 6 тысяч бездомных собак. Эта цифра примерная. Сколько животных на самом деле обитают на улицах города, не знают ни чиновники, ни зоозащитники. Собака – это, в принципе, животное территориальное. И оно склонно охранять свою территорию. Поэтому любая собака, находясь на определенной территории, считает ее своей. А тут уже зависит все от конкретной собаки. То есть, у нас во дворе тоже живут собаки. Собаки стерилизованы, собаки живут много лет. Они знают всех жильцов, они знают всех собак жильцов. Но, допустим, с чужой собакой прийти сюда – это проблематично. Бездомные собаки живут недолго. Но если найдутся сердобольные люди, готовые устроить животным теплую лежанку и обеспечить их едой, то существовать в таких условиях дворняги смогут довольно продолжительное время. Правда, если они покусают ребенка, нести ответственность за это будет некому. Поэтому сейчас родители пострадавшей школьницы не могут предъявить счет за лечение соседки, что подкармливала собак. В прикорме собак нет состава ни административного правонарушения, ни уголовного. Я думаю, что привлечь к ответственности не получится. Только воздействует на нее, скажем так, методом уговоров. Но уговоры не действуют. Собак продолжают кормить. Бригада по отлову животных приехала на вызов. Убрать собак отсюда нужно еще и потому, что рядом школа. Но главной причиной отлова стало, конечно, нападение на ребенка. Будет осуществляться ежедневный отлов животных по этому адресу. Животные, все отловленные, доставятся в пункт временного содержания животных. Будут проведены манипуляции с их здоровьем, их подлечат, посмотрят их агрессивность, агрессивное поведение, поставят прививки от бешенства. И после этого будет решен вопрос либо о выпуске животного на прежнее место обитания, либо о задержании его на пожизненное содержание. Если животное будет агрессивное или в высоте в холке выше 70 сантиметров. Собак заберут на 10 дней, а после всех необходимых процедур снова выпустят на улицу. В общей службе она предложила мне 6 участков. Все документы у нас на руках, в том числе подпись главы района Гультяева, это все подделка. Она заработала где-то больше 60 миллионов на людях. Это о чем я знаю. Ну вот, сейчас эти ворота закрыты, потому что, как я уже говорил, он принадлежит, этот участок принадлежит другому собственнику. Но, когда мы были здесь, мне все показывали, все было открыто. Вот говорили, вот этот земельный участок, вот его можно оформить. Это займет не более 5 месяцев. И стоит это всего лишь в районе 500 тысяч рублей. Она была знакомая моих друзей, и я согласился. Вот и все. Земельный участок в 5 соток в центре города Алексей купил 6 лет назад. Тогда и в голову не могло прийти, что юридическая компания «Империя», услугами которой решил воспользоваться молодой человек, обманет его больше, чем на 3 миллиона рублей. Возглавляла контору тогда Майя Кация, которая впоследствии и стала главным фигурантом уголовного дела. Когда я уже понял, что меня обманули, то есть обманули мою семью, я, соответственно, нанял адвоката. Адвокат сделал официальный запрос, и запрос показал, что этот земельный участок находится в собственности Нефтегазового университета. То есть и так ряд участков. То есть она тебе предложила не один участок? Она в общей сложности предложила мне 6 участков. Это все было потихоньку, помаленьку на протяжении нескольких лет. При этом она предлагала участки так ненавязчиво. Алексей не единственный потерпевший. Женщина обманула 4 тюменцев на 20 миллионов рублей. И это уже доказано в суде. Участки, которые продавала Майя Кация, располагаются в Тюмени и Тюменском районе. На улице Камышинской она предлагала чужую землю в 20 соток. Также якобы оформляла участки на механизаторов в поселке Дербыши, на Войновке и Доме обороны. По рассказам потерпевших, не доверять юристу причин не было. Все документы о сделках приходили по почте. Мы туда приезжали, муж приезжал, она показывала. Потом начиналось, что вот вам должно письмо прийти с администрации. Оно действительно приходило. Но мы же не знали, что это подделка. По почте получали письма. Мы решили проверить все это и поехали в администрацию Тюменского муниципального района. И вот там нас ошарашили. И сказали, что такого земельного участка на балансе города нет. И нам не могли его выделить. За мошеннические действия Майю Кацию приговорили к трем годам колонии. На суде женщина дала признательные показания и суд смягчился. Хотя потерпевшие считают, что обманщица заслужила максимальный срок – 10 лет. По мнению свидетелей, есть и другие пострадавшие. Подобным образом участки продавались в Товольске. Она рассказывала, что у нее есть обширные связи в администрации, в администрации губернатора. И люди как бы верили, она фамилиями оперировала, всем нам известными. Эти подписи она ставила сама, печатала сама на компьютере у себя в офисе. То есть простая мошенническая схема. Сколько удалось заработать ему? Ну я считаю, она заработала где-то больше 60 миллионов. По мнению юристов, вернуть деньги сейчас практически невозможно. За спиной у женщины нет ни собственности, ни сбережений. Поэтому при покупке земельного участка советуют тюменцам несколько раз проверить информацию об объекте. Сделать это можно и с помощью интернета. Можете просто набрать публичную кадастровую карту. Она откроется всей страны. И конкретно участок, который вас интересует, там он есть. Можно посмотреть и все там пописано. Вплоть до того, кто является собственником. Являются ли там какие-то ограничения, обременения бывают. Участок может быть в залоге. Посмотрительность должна любого покупателя быть. Где вы бы, что бы не покупали. А с учетом земельных участков, конечно, потому что, ну, есть люди, которые продают, перепродают то, что того, чего нет. Алексей и другие участники дела надеются, что после выхода этого материала откликнутся и другие пострадавшие от деяний Майя Кация. Ведь со слов свидетелей, женщина продала несколько десятков участков. Я не знаю, что у нас получится, потому что, возможно, нам не продадут алкоголь. Вдруг их кто-нибудь предупредил, что все люди не собираются приехать. Собираются пьяные компании, поскольку тоже там с утра до вечера. И шумно, сейчас окна открыты, лето, поэтому нам это не нравится. А где это что делать делать? Раннее утро, двор по улице Имской в Тюмени. Местная жительница сняла на телефон традиционные посиделки клиентов круглосуточного магазина. Народная тропа туда не зарастает с самого открытия, потому что магазин работает 24 часа и продает там не только продукты, но и алкоголь. Если верить соседям, тоже 24 часа. Мы сейчас находимся в засаде. Мы снимаем частный случай про продажу алкоголя в ночное время. Мы сейчас нашли магазин, нам на него жаловались, нам сказали, что здесь ночью продают алкоголь. У нас на заднем сидении сидят двое понятых. Все очень серьезно, мы взяли с собой полицию, то есть мы сказали, друзья, давайте с вами сделаем контрольную закупку. На контрольную закупку отправился сотрудник полиции в штатском. Вместе с понятыми он зашел в магазин на часах 21.15. Это значит, что продавать алкоголь уже нельзя. Пока мы пытаемся вывезти на чистую воду продавцов магазина, на другом конце города полицейские проводят рейд по торговым точкам. В одной из них на улице 50 лет октября горожанам свободно продают горячительный напиток на вынос. Покупатели, выходящих из магазина, поймали с поличным прямо возле крыльца. В итоге в отношении владельца заведения составили административный протокол. По информации граждан поступило сведение о том, что в данном магазине продают спиртные напитки после 21 часа. На должностное лицо может быть наложен штраф в размере от 5 до 10 тысяч рублей, а на юридическое лицо от 50 до 100 тысяч рублей. За первое полугодие 2017 года за нарушение правил продажи алкогольных напитков в области было возбуждено 382 административных дела. Но некоторых торговцев это, похоже, не пугает. Они думают, что нашли способ обойти закон, не пробивают чек или вовсе отказываются от факта реализации. В подсобном помещении в диване при осмотре обновлениях. обнаружились залежи крепкого алкоголя, произведенного в Казахстане, и 91 пузырек со спиртом. В этом магазине вообще нельзя продавать алкоголь, потому что продавец зарегистрирован как ИП, а не как общество с ограниченной ответственностью. А также у него отсутствует лицензия на сбыт алкоголя. Весь изъятый алкоголь будет храниться на складе. Позже его уничтожат. Кто виноват и сколько стоит нарушение закона, определит суд. А вот наша контрольная закупка закончилась ничем. Продавец явно заподозрила неладное и, сославшись на позднее время, отказалась продавать алкоголь. А потом и вовсе закрыла свой круглосуточный магазин. Сегодня поступило сообщение от граждан о продаже в данном магазине алкогольной продукции. Был осуществлен выезд, осуществлена контрольная закупка, в ходе которой алкогольная продукция не была куплена. Работа в данном направлении будет продолжена. Жители дома, на первом этаже которого находится магазин, неоднократно обращались в полицию. По их словам, здесь продают суррогатный алкоголь. Под окнами не раз находились стеклянные бутылочки с характерным запахом. Но, пожалуй, самый явный признак нарушения закона – то, что здесь постоянно собираются пьяные компании. Нам это не нравится, потому что, собственно, все алкоголики с района сюда начали стекаться. Мы раньше видели нескольких, а сейчас, по-моему, видели все, какие только есть. Если в 6 утра люди выходят с какими-то бутылочками, что-то разводят водой, потом уходят, а потом ходят веселые, мне кажется, это показатель того, что что-то они там употребляют. Сотрудники полиции обещали повторить контрольную закупку в другой день. А когда все разъехались, у магазина вновь собралась толпа покупателей. Весь пол в коридоре был залит кровью. Давай ножик кричит друг другу. Там их было человек 5 или 6. В таком состоянии нашла Линду зоозащитница Дарья Григорьева. Одна из первых. Она зашла в квартиру, где мучили собаку, и увидела то, что, наверное, не забудет никогда. Когда я зашла в эту злополучную квартиру, первым делом, что я увидела, это полностью весь пол в коридоре был залит кровью. Все стены до потолка были в брызгах крови. Также в углу в забитом состоянии неподвижном лежала собака. Обессиленную и стекающую кровью Линду привезли в ветеринарную клинику. На голове и теле собаки нашли раны, похожие на пулевые ранения. По словам защитницы, скорее всего, живодеры забивали гвозди в живое существо. Орудие пыток Дарья видела в квартире, где издевались над собакой. Две новостройки в поселке Вензели ввели в эксплуатацию в прошлом году. Сюда переселили жители аварийных домов, в том числе и хозяина квартиры, где мучили Линду. Сейчас мы находимся рядом с квартирой, где издевались над собакой Линдой. Попробуем достучаться до ее обитателей и спросить, что же все-таки там произошло. Известно, что в этой квартире живет молодой человек и его гражданская супруга. По словам соседей, пара ведет разгульный образ жизни и нигде не работает. В день съемок их не оказалось дома. По словам соседки Валентины Прокопьевой, после скандала семейная пара решила на время уехать из поселка. Кстати, именно Валентина Васильевна, которая живет этажом ниже, первая забила тревогу, когда услышала, как мучили Линду. Растерявшись, она позвонила сначала в управляющую компанию, а уже ее сотрудники вызвали полицию. Бои, сил нет, там вообще, не знаю, и гавкало, и выло, и что только не было, каких звуков только не было. Я напугалась, у меня руки, ноги затряслися, слезы текут, говорить не могу. Они там что только кричат, давай ножик, давай ножик кричит там друг другу. Там их было человек пять или шесть. По словам очевидцев, полиция забрала троих, но потом отпустила. Несколько дней тому назад в межмуниципальный отдел МВД Тюменский поступило сообщение о том, что в поселке Вензеле двое мужчин мучают собаку. По данному факту участковые и уполномоченные полиции провели проверку. Все материалы передали в органы дознания. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Часть вторая статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Жестокое обращение с животными, совершенное группой лиц. Максимум, что грозит преступникам, два года лишения свободы. 2012 год. Село Бердюжи Тюменской области. Местный житель Олег Веремчук привязал дворнягу к машине и таскал по асфальту несколько минут. Кстати, собаку тоже звали Линда и жила она при сельском храме. Как объяснял потом сам Веремчук, таким жестоким способом он решил наказать Линду за то, что она якобы пыталась есть гусят на его подворье. В ходе следствия выяснилось, что ранее Олег Веремчук жестоко избил кошку на глазах у ребенка. По обоим эпизодам мужчина был признан виновным. Сегодня ему было предоставлено последнее слово. От последнего слова Веремчук Олег Владимирович отказался. Был вынесен обвинитель, приговор. Общее наказание было вынесено в биле обязательных работ сроком 360 часов. Линдочка, да ты моя красавица, да ты моя девочка. Иди сюда, Линда, Линдочка, все уже, да ты красавица. Вот так Линда встречает свою спасительницу Дарью. Раны на голове уже заживают, собака не боится прохожих. И нашей съемочной группе она тоже виляет хвостом. Теперь хозяева выводят Линду гулять на поводке. И удивляются, как после всего пережитого животное не потеряло своего доброжелательного настроя ко всем без исключения людям. Она добрая, все ее здесь знают. Все знают, что она добрая. Никого никогда не трогала. Как вы думаете, как она вообще оказалась в этой квартире? Мне кажется, ее заманили. Она же доверчивая такая. Всем доверяет. Всем дается говорить себе. Когда программа готовилась к эфиру, поступила информация, что полиция все-таки возбудила уголовное дело по части 1 статьи 245 Уголовного кодекса Российской Федерации. Мы надеемся, что те, кто так жестоко обошелся с собакой, понесут заслуженные наказания. Журналисты программы «Частный случай» берут это дело на особый контроль.